Не переношу ее. В Большом театре ее... Ну, я почему говорю сейчас о Большом театре? Это мой театр, да? Там, где я вырос, и я и есть один из тех людей, кто называется Большой театр. Я не переношу серость. Наверное, 70. Какой 70? 90% — это серость. 5%, 7% — это, наверное, люди среднего звена, и вот только маленький процент — это те, кто по-настоящему большие артисты. Все остальное — это серость. Вот эта серость, она идет на все... Ну, как это сказать? Ну, на подлость просто, на любую. На любую подлость, чтобы под тобой подпилить стул, тебе вставить не то, что иглу, а чем хочешь, лишь бы ты сдох. А сделать что-нибудь так, чтобы ты получил серьезную травму и вылетел минимум на год, на полтора, может быть, даже бы получил потерю профессии. Запросто так. Мальчик-сирота вошел в самый змеюшник и стал номером один. Конечно, ты должен стать самым... Я долго был дураком, я очень долго попадал в глупые ситуации, но я жил за спиной, я же тебе сказал, я жил за спиной Уланова и Семенова. А потом, конечно, когда они меня уже стали выпускать на арену, типа, сам разберись. Большой мир. Я, конечно, уже был опытный, я убивал сразу. Я когда закончил школу, тогда были... Это как раз вот я... Я вышел из школы в 92-м году. Это, конечно, такой раздел, вот, закончился Советский Союз, началась Россия. И в этот момент вот тот институт поклонников, который был на площади Большого театра, он превращался в коммерци... Да. Он коммерциализировался. И я был тот последний человек, который получил армию поклонников. Ну, за счет своих способностей. И самый главный тот человек, который был над всеми поклонниками, был такой Владимир Борисович Васильев по кличке Мабуту. Он был самый грозный, самый главный человек на этой площади. Он сам был большим, очень начальником, он был директором, по-моему, генеральным даже директором, какого-то очень серьезного завода в Москве, такого закрытого не... Да. Он был... У него была своя профессия, просто это было его хобби. Да, да, да. И вот он тогда, когда распределяли всех выпускников, которые пришли в Большой театр, он меня взял. И все так очень удивились, он сказал, подождите, черный кожзик у вас еще всех обскачет. Ну, я действительно всех обскакал, как известно. Просто мне мог позвонить и сказать, вот там будет такое предложение, поехать на такие гастроли, не езди, это Григоровичу не понравится, ты себе закроешь навсегда. Ну, и он всегда был прав. Он, к сожалению, скончался в 98-м году, и тогда, как бы, я первый раз столкнулся еще и с клакерами, потому что к этому моменту я уже был заслуженным артистом, я уже был дерзким мальчиком. Это всем не нравилось, все хотели меня нагнуть немножко. Что, захлопывали тебя? Как это происходило? Меня захлопывали, меня угрожали, там много чего было. Угроза в чем строилась? Не танцуй, уходи. Нет, просто, ну, вот ты начинаешь выходить, начинать делать трюк, где очень важен ритм. И человек начинает бить поперек ритма, вот так. И у тебя получается двойной ритм. Мне это очень сложно, потому что у меня слух, в отличие от моих коллег. И они меня один раз сбили. Потом подходят тебе и говорят, если, типа, не будешь платить, будет еще хуже. А сколько хотели? Я не знаю, я никогда в жизни с ними не общался. Десять лет это продолжалось. Десять лет. Мы ему должны звонить или навещать. Руководство сейчас заказывает. Понимаешь? Сейчас руководство заказывает этого опустить, этого поддержать. Потому как бы... Кстати, может бороться артист сам по себе? Нет, кроме цискоридзе никто. Никогда никому не удавалось. После меня пытались ноги и всех опустили морды о пол так, что... Ну, у них не было поклонников, понимаешь? Они выходят, понимаешь, танцуют, а тишина в зале. Кто здесь прав? Кто прав в том, что мне не давали постоянно танцевать? Страдал зритель. Зритель любого. Вот выйди и скажи, вы кого хотите посмотреть в щелкунчике? Вот сейчас. Николай Цискоридзе или любое имя в Большом театре называется? Тебе скажут Цискоридзе. Вот и все. При этом, что будут миллион раз сидеть какие-то специалисты, вот эти неудавшиеся, бездарные, плохо одетые. Я утверждаю, да? Да. Которые, типа, будут изображать настоящих знатоков. Он не в форме. Он уже не тот. Понимаешь? Ну, вы старые, обосранные люди. Почему вы должны вообще об этом рассуждать? Люди хотят видеть этого человека. Все эти змей, которые сцеплялись в тебя, кусались сразу. Когда была придумана ситуация с нападением на Филина... То есть все-таки после, соответственно... Нет, это я еще не ушел. Это я танцевал, это мой последний год был. Когда была придумана вся эта ситуация, запущена машина, что якобы я каким-то боком... Причастен. Ну, вообще причастен и так далее. Просто там была заказная компания, которая длилась два года, и по сей день, по сей день, вот... Я кроме хохота, я ничего не слышу. Если я не думаю, я не буду упоминать его имя. Его имя этого парня никто не помнит. А мое имя знают все. Ты кто такой? Вот этот человек, который с усами абсолютно... У него была кличка Дед Иксан. Садился в телевизор и что-то обо мне вещал. Ты понимаешь? Ну, это неполноценный человек, не имеющий никакого... Никакого образования... Ну, как бы, да? Он смел сказать, как я выступаю. Кто ты такой? И еще рассуждать о корпоративной этике. А ты чем занимаешься? Нет, нет, такой нет. Просто когда вывешивается расписание на следующий месяц... Выступаешь. Ну, ты можешь станцевать, ну, грубо говоря, там четыре названия. Ну, тебе, допустим, ставят одно. А потом делается новая роль, ты ходишь... Ну, как бы, новый спектакль, ты ходишь на все постановочные репетиции, а тебя просто не ставят в состав, потому что этот западный как бы человек, ну, он получает указания сказать, что, вы знаете, вы недостаточно готовы. А с ними спорить нельзя, с западным, потому что у них по контракту они выбирают, типа исполнителя. Ну, а с ними уже договорились. И так далее, и так подобное. Ну, слушай, это было все выдумано... Ну, слушай, я еще раз по тебе скажу, кто тот человек, кто со мной воевал, и кто я. Большая разница. Никого прощать не собираюсь, ни с кем разговаривать не собираюсь. Их для меня нет. Их просто нет. И ты знаешь, я вот как бы вот занавес закрывается. Я просто не... Я не знаю этих людей просто. Я для себя давно принял решение нет и все. Я... Мне не стыдно очень часто мне приходилось со временем встречаться с теми людьми, которые писали обо мне гадости. Самое обидное это предательство детей, да. ведь я эти слова давно знал. Просто когда произошла первая вот такая гадость, я тогда вот это очень вспомнил, потому что это самое больное, когда ты вкладываешь свою душу. Это еще не дай бог, если бы это был родной еще ребенок. Но отказ был такой. Во-первых, заведующим, исполняющим обязанности заведующего труппы балета Мариинского театра является Юрий Фатеев. Это мой педагог-репетитор в Мариинском театре. Мы с ним очень дружны, много лет, но он очень борется за свое кресло. Безумно боится. Понимаешь, в моей жизни что случилось очень хорошо. В начале двухтысячных я попал в телевизор. Я вообще не зависел от зарплаты в театре. Почему бесились все мои руководители? А мне было все равно, дали они мне спектакль, не дали. Моя любая съемка... Но ты же все-таки выступал не за деньги, а за... Нет, дело не в этом. Просто моя любая съемка, она перекрывала мои зарплаты театральные. С самого начала двухтысячных в танцах участвовал? ну там не только танцы, любое. Мало того, потом, знаешь, мои коллеги очень часто носились по миру в заработке каких-то денег. А мне стоило съездить один раз в Новый Уренгой и получить то, что они получали за полгода работы, пахоты, а мне за один выход на сцену бы заплатили. Мне бы заплатили сто тысяч, двести тысяч, вот так вот просто. Только приедь, танцуй. При этом, что если еще учесть ту вещь, что я никогда не вышел между столиками, никогда. Я это делал только для своих друзей. Для некоторых своих друзей между столиками и танцевал, и пел, и зажигал. Я рекламировал один раз в своей жизни только шоколад вдохновения, плюс еще и как бы, ну, это я. Сколько заплатили за рекламу? А потом, то, что касается инстаграма. Ты сам ведешь? Да. Да? Да, я сам веду, хотя меня очень часто обвиняют, что у меня какие-то директора там и что-то. Ты регулярно постишь, я хочу сказать, откуда ты находишь время, у тебя хорошие, красивые посты, ты формулируешь. Опять-таки, я сижу и делаю эти картинки. Во-первых, я сам перечитываю умные мысли. Написать мне очень легко, я признаюсь, я честно пишу с большими ошибками, катастрофическими. У меня это было самое слабое место в учебе, и если бы я на пять не сдал устный русский, потому что устный я всегда сдавался отлично. Как садились писать, у меня могло быть, ну, у меня запятые вылезали там, где их не могло бы, ну, и так далее. У меня есть человек, который мне просто, я посылаю текст, меня выправляют, чтобы было грамотно, потому что я могу такое понаписать, что... сейчас очень многие люди в театре, они просто, ну, они пользуются самыми плохими средствами, и все это знают. и кокаином, и марихуаной, и бог знает чем. Что насчет Сергея Полунина? Знаешь, я видел его до того, как он приехал в Россию, в Ковангардене, на меня он не произвел никакого впечатления, ну, хороший мальчик, очень чистенько танцевал, я бы в жизни на него никогда не обратил внимания. С Полуниным этого нету? Нет, вообще, я никогда бы его не вспомнил. Аткуда армия фанатов? Почему? Эпотаж? телевидение, эпотаж, и так далее, и так далее, и это же, значит, что у меня очень много, ну, на телевидении работы, с одной стороны, ты знаешь, это утомляет, с другой стороны, я просто отвлекаюсь. А есть ощущение одиночества? Нет. ни в Питере, ни в Москве. Ты знаешь, я вырос один, я много раз об этом рассказывал. Взрослым до меня дела не было. Я сидел все время один, ну, как один, на веранде, вот там, где-то на кухне, была няня, она там готовила, она была между кухней и ванной, потому что там стирка шла, здесь готовка, она обо мне вспоминала, когда наступало время покормить, и так далее, но в основном я был все время предоставлен сам себе, у меня не было так, у меня потом можно было пойти погулять, я ходил во двор гулять, один, со мной няня не выходил, но вот когда я уже помню, няня все время выглядывала, а друзья дворовые, кто-то... никого не было, все в детском саду были, конечно, новичка всегда воспринимают штыки, когда начались бойкоты, мне было все равно, они думали, что они меня чем-то наказывают, а на самом деле они мне дарили возможность с ними не общаться, потому что мне настолько не было интересно с моими московскими одноклассниками, ну, потому что это был Советский Союз, Москва, это, ну, рядом с Тбилиси, это просто деревня и так далее, потому меня эти дети все были очень смешны. Тебя бойкотировали, потому что ты был не из Москвы или потому что ты был более талантлив и это ощущалось сразу? Там все было, там было и то, что я был способнее, и было то, что я, во-первых, у меня говорок был, я с таким странным, у меня, так как русский основной, но няня украинка, мама грузинка, отец, отчим у меня армянин, и на всех языках я этих говорил, и начинали ругаться, потому что если надо было поднять ногу, я поднимал выше. Грустный, вообще нет. Как можно составиться в одиночестве, если есть интернет? Вообще, вот как это возможно? Интернет, мне кажется, сегодня просто отдаляет от людей еще дальше. Не знаю, я вот с интернетом нашел такое счастье, потому что раньше мне приходилось ходить по библиотекам, искать какую-то информацию где-то, а когда вот появился интернет, я с таким наслаждением туда нырнул, я поначалу нырнул вот во всякую гадость, где форумы, всякое вот это вот, но я быстро очень от этого ушел, я никогда не читаю рекламу. Что насчет Сергея Полунина? Он трудяга, талант, гений. Ты знаешь, я видел его до того, как он приехал в Россию в Ковангардене, на меня он не произвел никакого впечатления, хороший мальчик, очень чистенько танцевал, я бы в жизни на него никогда не обратил внимания. Это и есть впечатление, ты ушел, с Полуниным этого нету? Нет, вообще, я никогда его не вспомнил. фанатов? Почему? Эпотаж? телевидение, эпотаж и так далее, и так далее.